как иступление вы наверно уже поняли будем чистить вот эту красавицу доводить до нужного состояния чтобы не было стыдно дочь купила у меня эту сковородку совсем недавно она новая это биол хорошая фирма качественная но она новенькая я не ее обожгла все как надо сделала через месяц прихожу на у нее вот такая вот стоит я вручу с не делала но сготовила помыла и поставила все все на умер зажавела начнем чистить как чистили наши бабушки песок соль сода губка сейчас я ее помою для начала смотрите какая рыжая ржавчина я просто намылила хозяйственным мылом и пошоркала вон она рыжая прям сейчас я ее ополосну горячей водой и начнем чистить ну вот я ее помыла просто водой верхний слой ржавчины ушел но она все равно вся ржавая вон еще так берем соды соли песочку и отправляемся опять шоркать но уже тщательно ну вот она уже гораздо чище смотрите но я все таки еще на раз хочу песочку соли и еще раз соды но буду чистить уже с металлической щеткой ничего страшного говорят не надо чистить металлическими щетками это когда уже она прокаленная маслом промазанная готовая к работе тогда да вы сотрете вот этот защитный слой типа тефлона получается даже говорят с годами прочнее гораздо чем старше тем лучше а телефон шоркается тем временем выбросить так идем шоркать дальше все прошоркали протерли насухо самое главное будете когда шоркать на ноги не уронить вот это самое главное очень тяжеленные даже чугун все таки теперь мы ее должны прокалить в печки были на плите можно или в печке потом обмажем маслом и так сейчас я ставлю в печку прокаляться да самое главное чуть не забыла будете ставиться прокаляться ее в печку не ставьте в прям совсем в горячую если у вас будет прохладно или холодная сковородка и вы поставите в горячую может лопнуть не любит чугун перепадов температуры резких поэтому и когда она после готовки нельзя под холодную воду толкать примерно ждем 10 минут она прокалиться может быть пахнуть дым будет небольшой но не страшно она быстро выветрится потом и все ждем 10 минут прошло 10 минут я ее вытащила из печки прокалилась очень горячая сейчас нам ее надо остудить чтобы можно было прикасаться рукой потом мы ее смажем маслом тем временем пока прикрутим ручку фуку настывает долго пока мы прикрутим приготовить нужно чем смазывать все готово прикручено смотрите я отрезала бинт можно марлю можно бинт можно тряпочку вату нежелательно потому что вот в каких-то таких местах могут заусенцы быть на новой и поэтому ну просто зацепить но у меня уже подостыла чуть-чуть масло прям вот чуть-чуть и начинаем ее всю смазывать не надо заливать что-то там делать делают кисточками я видела но удобнее вот так всю хорошенечко и и нам все-все-все вот смотрите мыло мыло все равно еще на ней вот осталось маслом как раз сейчас вы сотрете а кисточкой вы бы вот это размазали по ней просто с этой стороны все некоторые с этой стороны не делают но я считаю антипригарный слой нужен везде иначе в следующий раз вы будете мыть она заржавеет снаружи заржавеет не будет ржаветь внутри но снаружи будет ржавая это что же неприятно да смотрите стала красивая немножечко потемнело вот такая сковородочка теперь ее можно еще прогреть немного и она готова чтобы прогреть я опять откручу ручку смотрите как сделал здорово быстренько прям раз и все тут тоже промажу и в печку все прокалила еще раз ставим ручку так какой стороной делал уже забыла какой стороной вот так прикручивается вообще здорово быстренько удобно вот так прикрутили все готова ваша сковорода к работе смотрите чем не тефлон причем лучше даже вот она красотка вообще говорят что можно еще раз намазать маслом и еще раз прогреть но я не буду этого делать самое главное вот теперь чтобы она была вот в таком состоянии после каждой готовки пищи если у вас что-то налипло просто возьмите даже бумагу протрите хорошенько ее и не надо мыть если уж совсем загрязнилась то по новой также сделать процедуру как я делала прошоркать с песком там солью с содой металлической мочалкой чтобы она прям все 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 от нее отошло она очищается нормально или еще есть вариант я не пробовала его но по логике вещей это все должно получиться бросить ее в костер опять же не надо ее ледяную бросать в костер а будет такая тепленькая вот летом жарко бросили в костер проколили потом промыли прошоркали также нагрели маслом протерли все в деревне раньше даже салом протирали свиным кусочек сала на вилку и прямо так раз и все теперь можно не делать все что угодно вот такая сковородка я совсем забыла надо же попробовать что-то пожарить на ней да пожарим яйцо для наглядности а то рассказывала рассказывала ничего не пожарила вдруг не прилипнет правда же сейчас пожарим яйцо чуть-чуть масло проверить надо чтобы прогрелась разбиваем яйцо солим перчим сразу да маленько не нагрелась начинает потихоньку жарится я не люблю когда сильно прям бросают в самую раскаленную оно все пузырится еще тут сыр и там подгорает и 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 тефлон вот прелесть просто прелесть вот теперь она готова к чему угодно самое главное не моете ее с моющими средствами и потом не кидайте просто так всем приятного аппетита и следите за своими чугунными сковородками это я специально для моей дочери говорю я ее отдам ей обратно а всем до скорых встреч и пока надолго прощаться не будем